Деньги говорят. Евро, доллар, гривна, рубль. В футболке с принтом Обамы, с кубинской сигарой в правой и айпадом в левой руке сидел новенький, красивый, как герой из Голливуда, загорелый доллар с белоснежной улыбкой. Напротив него изысканный мужчина с женскими манерами в сногсшибательном итальянском костюме от Феррагама восседал евро. Рядом рубль с остановившимся взглядом, броской и нелепо одетой в костюм Армани явно китайского пошива. Уютно примастившись между евро и долларом, сидела молодая, симпатичная, дешево, но со вкусом одетая гривна, с глупой улыбкой на лице. К странной компании подошел официант. Что будете заказывать? Двойной скотч со льдом, только настоящий. Шумно откинувшись в кресло, закинув нога на ногу, заказал доллар. А мне бутылку шампанского моет. Надеюсь, у вас есть? Только в ведерке и со льдом, пожалуйста. Попросил евро, мягко улыбнувшись официанту. Гривна замешкалась. Шардоне нашим. Официант чуть-чуть скривился. Бокальчик двести. Продолжала все так же неуверенно гривна, еще сильнее сжимая дешевую сумочку в руках. А сколько это стоит? Да ладно, угощаю. За наш счет. Евро тебе не жалко? Да чего жалко-то? Мы же им кредиты безвозвратные даем. Пусть пьет, мает. Гривна благодарно посмотрела на своих спутников. Шардоне отмените. Шампанское, мает и бокальчик. Да ради бога, закажем еще. Они же наши, европейцы. Рубль тупо уставился в стенку. А мне пиво. У вас там Кличко что рекламирует? Оболонь? Да, оболонь. Вот мне оболонь. А я эти ваши скотчи, мой йот, эти терпеть не могу. Изжога, понимаешь? Изжога бывает, если после пива пить мой йот. Да ты что? Все равно скотч лучший напиток. Сразу по мозгам бьет и под сигару хорошо. Официант быстро принес заказ, все выпили. Гривна, правда, жадно и до дна. Евро успел сделать только пару глотков. Доллар мелкими глоточками смаковал ледяной скотч. Рубль выпил две трети и стал более приветливым. Не допив заказанный бокал, заказал еще. Ну что, как там у вас кризис? Оживилась после выпитого бокала гривна. Тяжко. Бабла немерена, гривна. С чего ты взяла, что нам тяжко? Ну так кризис же. Ирак, нефть разлилась, бритиш-петролиум. Главное у нас 5-я авеню и биржа. А там котировки все окей. ВВП вырос. Ты знаешь, гривна, что такое ВВП? Это количество произведенных и проданных. Гривна, слышишь? Проданных товаров на душу населения. А продаем мы немало. Так вот, ВВП США 47 тысяч долларов на душу населения. А ты знаешь, какой у тебя ВВП Украины? Гривна быстро заморгала глазами. Шесть с половиной. И ты нас спрашиваешь о кризисе. Ты дура, гривна. Доллар, ты все на бабло переводишь. Вон евро, и тот дороже тебя одет. И изысканний. Костюмчик вон какой изысканный. А ты все бабло-бабло. Сколько можно? Она долила себе шампанского. Вы богатые, все несчастливы. Мы вообще скоро в еврозону перейдем. Евро встревоженно посмотрел на пустеющую бутылку дорогого шампанского майот. Гривну явно повело от выпитого. Ты, Гривна, сначала считать научись. Его костюмчик тысяч пять евро стоит. Гривна от услышанной суммы чуть не подавилась и с еще большим умилением уставилась на евро. А потом научись одеваться. А то он выглядит, как чучело. Где шмотки брала? В Китай мотала? Китайские вещи не хуже европейских. Евро, поправляя дорогой галстук, включился в разговор. Шьют, но не носят. Китай есть Китай. Он больше на Азию рассчитан, а мы на дизайне бизнес делаем. Он русские приезжают к нам, а шмотки подобрать не могут с первой линии. Кивнул евро на все почти пьяный рубль. У нас же первая линия только до 52-го размера. Не надо, нам и в китайском хорошо. О, смотри, у меня пиджачок от Армании. За сотню взял. Не в цене дело, а в качестве. Мы в еврозону не стремимся. Ну, а на чем вы сейчас там в Америке поднимаетесь? Все на том же. Голливуд, технологии. А кризис? Кризис, кризис. Кризис это способ сделать бабки. Вот если бы у нас в Америке ВВП был 6,5, как у вас. Или он как у рубля 15, и то за газ. Вот это был бы кризис. А так все нормально. Вон Кэмерон Аватар выпустил, 300 миллионов потратил, 400 собрал. Себе заработал 62 миллиона. Доллары даже со счетов не сдвинулись. Все назад вернулись. Эппл реализовал уже 10 миллионов айпадов. Какой там кризис? Вон у евро кризис в Греции. Что, падаешь? Вообще в курсе сравняемся. Ты вообще он или она? Вроде евро он. А ужимки у тебя какие-то женские. Майот, дизайн. Ты что, голубой? Евро, не обращая внимания на хамство доллара, спокойно ответил. Вообще-то я би. Жизнь нужно попробовать во всех красках. А то привыкли, как в Ираке. Одна поза. Мы Европа. У нас демократия, свобода. И главное в ней это сексуальная свобода. Мы-то покруче вас. И ВВП у нас чуть меньше, но тоже в районе 40. Потом у нас искусство. А ты знаешь, доллар, сколько совокупно стоит недвижимость одной только Франции? Сколько оживился рубль? Свыше 500 триллионов евро. Ё-моё! Повторяю, свыше 500 триллионов евро. А что ты хочешь? Памятники, замки, курорты, богатая провинция, Сент-Тропе, Эйфелева башня. Всё это баснословные деньги. А если взять весь Евросоюз, будет больше, чем США. Так что в Европе тоже всё просто супер. Вот вчера только новый прикид взял. Кстати, рекомендую доллар. Тебе пойдёт костюмчик от Феррагамма. А то вроде серьёзный мэна ходишь в футболке с Обамой. Как доктор Хаус. Ты что, сериалов насмотрелся? Хотя Обама живенький президент, ничего не скажешь. Ну, а у вас что там в России? Рубль тупо, глядя куда-то в пространство, подозвал официанта и заказал водки. В ведёрке со льдом. И, не отрывая глаз от точки в пространстве, безапелляционно заявил. А что? У нас газ и Путин. Газ фактически является мировой валютой. Мы вообще скоро всю Европу купим. Поменяем ваши европейские ценности на газ. Вон, в Сент-Тропе виллы наших олигархов, Челси купил Рома. А ещё и самолёт и яхту заказал. Всё на английских верфях, понял? Газ и Путин – великие вещи, мля. А что у тебя ВВП такое? Что показать стыдно? Пятнадцать или сколько там сантиметров? Гривна покраснела. Пятнадцать пятьсот. Слушай, доллар, что ты всё со своим ВВП? Нельзя же всё баблом мерить в натуре. У нас же русская душа, опять же газ, Путин. Чубайс, вон, нанотехнологии осваивает. Понял? Ваш Чубайс уже не знает, в какие швейцарские банки свои деньги складывать. Недвижимость всё равно у нас будете покупать. Да и детей будете у нас учить. Как только у вас олигарх появится, так сразу к нам и едет со всем своим выводком. И со всем вашим ВВП, придурки. Смотреть на вас жалко. Сколько ты весишь рубль? Двадцать восемь за доллар дают? Зато газ подорожал. За спором все как-то забыли о гривне. Она, окосев от выпитого на голодный желудок третьего бокала майот, тихо рыдала. Слёзы текли по лицу, превращаясь в грязные ручейки недорогой туши. Она всхлипывала и едва могла говорить. Суки эти в правительстве, твари. А доллар ведь прав. Они ведь отсюда, всё туда вывозят. А нам ничего. Одни схемы, налоги и долги. И этот пасечник, когда меня молодой выпустили, я ведь почти как евро была. Один и четыре. Новенькая. Тогда этот пасечник только премьер-министром был. Радовались все. Своя валюта. Ющенко все четыре года, как дебил. Главное, гривню тримать. Главное, гривню тримать. И вот, теперь из-за этого бычары. За один доллар меня восемь дают. Да ладно, ладно, успокойся, гривна. Не всё так плохо. МВФ поможет, укрепит. Что не плохо? В моей родной стране даже взятки не хотят брать гривнами. Всё долларами или евро. В налоговом кодексе депутаты мне как закладку используют. Вещи за гривну можно купить только в метро или на базаре. На мои шмотки посмотри. А что я могу вообще купить? Лучше мы отменили уже, чем так мучить. Рубль. А ты что молчишь? Да я что я? У нас газ и Путин. Доллар с евро вскочили с мест и как могли успокаивали гривну. Да ладно, да ладно, да потерпи немного. Может в ЕС войдёте. Может как евро станешь. Тоже би. А сейчас ты кто, дура? Тобой же пользуются только в одной стране. А вот евро везде хотят. И доллары везде хотят. В конце концов у нас на вас планы. И у нас. Кстати, а что ты делаешь сегодня вечером? Приходи ко мне. Посидим, всё обсудим. Выпьем ещё майотика. Что, ВВП поднимать будете? Ну, давай, давай. А мы с рублём по крещатику прошвырнёмся. Здесь женщины недорогие. На гривны. Но красивые. Гривна посмотрела на него с ненавистью. Да не обращай на него внимания. Ничего он не понимает в нашей европейской душе. И евро, щедро расплатившись за всех, поддерживая гривну за талию, повёл в свой номер. Повышать ВВП. Утро. На кровати в живописных позах валялись помятые евро и гривна. Довольный евро на спине, широко закинув руки под голову, блаженно улыбался. Гривна на животе в обратную сторону, валетом. Проснувшись, она нежно дотронулась ножкой до груди евро и пересушенным отмойота голосом, не открывая глаз, сказала. Ну ты евро даёшь. Никакой ты не бей. Евро довольно заулыбался, потянулся и похлопал гривну по мягкому месту. Гривна, ты супер мягкая валюта. Евро, бля, открывай! Гривна у тебя. Это мы с рублём пришли. Меня здесь не было. Гривна подскочила на кровати и, схватив вещи, бросилась в другую комнату. Евро, зевая, неспешно открыл дверь. Что ты орёшь, Доллар? Пора вставать. Рубль, заходи. Рубль с больной головой после ночного гуляния кинулся допивать оставшееся шампанское. Доллар, как всегда, удобно уселся в кресле и забросил ноги на журнальный столик, на котором стояла ведёрко с недопитым шампанским, а рядом предательский красный лифчик Гривны. Покосившись на лифчик, Доллар заорал. Ё-моё! Гривна, где ты? Я спала отдельно. Сейчас оденусь и выйду. Ага, отдельно. Клинтон вон тоже на встрече с Януковичем отдельно. Заявила, что Украина идёт в Европу. Что непонятного? Вас сдали. Все новостные агентства забиты сообщениями о ваших отношениях. Оживший после шампанского рубль сказал, что в таком случае они повысят цены на газ. Так вы уже повысили. Ну, тогда Путин что-нибудь ещё придумает. Да, инвестиционный климат в Украине стал существенно мягче. А где вы с рублём болтались? Ну, смотрите. Проверяли ночную жизнь Крещатика. На предмет инвестиций. Ой, да ладно. Ветер что-то. Я не долго день. Рубль нашёл пульт от телевизора. В новостях появилась Клинтон с Януковичем. Диктор объявил, что Украина идёт в ЕС. Доллар продолжал рассказывать. Представляете, гуляем это мы с рублём. Так его брать нигде не хотят. Рубль в Украине никому не нужен. Пришлось за него платить. А он, знаешь, как на халяву пьёт. А мы с тобой евро здесь на расхват. Доллары нужны всем. Меня и без обменников брали, и через обменник брали, и просто брали. В общем, брали всю ночь. Я у них как этот, как родной. Правда, курс ночью плохой. Ривна, а ты знаешь, что ты ночью дороже, чем днём? Я вообще девушка дорогая. Просто меня не ценят. Ага, девушка и дорогая. Это у вас национальное. Называть дорогим дешёвое. Ты почему ночью по семь, а днём по восемь? Ты знаешь, почему вы бедны? У вас в стране одни обменные пункты. Вы вообще что-нибудь делать, кроме обменных операций, умеете? Да меняетесь, что как рубль станете. Мягче него только туалетная бумага. Рубль, почему я за тебя всё время платить должен? А потому что у нас газ и Путин. Ну, куда пойдём? Спросил уже успевший побриться евро, вырядившийся в новенький шикарный костюм. Так, пообедаем сегодня в эгоисте. Говорят, там киевская власть собирается в обед пожрать. А ты что, так и пойдёшь в футболки с Обамой? Не, заскочу, переодену другую. Пошли, рубль. Тебе тоже надо переодеться и умыться. Кстати, видели, вчера у бара стоял шекель. Сок апельсиновый подтягивает. Всё делает вид, что ему что-то тут принадлежит. А здесь всё наше, правда, евро? Эти шекели, как рубль, никому не нужны. Кроме Израиля. Скоро станем с тобой единственной мировой валютой. Евро-долларов. Би-2. Появилась чудесно преображённая обворожительная гривна. Я отдельно спала. Доллар покосился на предательский красный лифчик. Конечно, отдельно. А Клинтон говорит, что не отдельно. Это евро утащил. А Клинтон умная женщина. Она нам добра желает. Желает, желает. Она желает, чтобы вы с рублём в зоне влияния доллара находились. Хорошо, что у нас с евро нет разногласий хотя бы по этому вопросу. Украина. Гоу ту Европа. Раша гудбай. Путин не позволит, бля. Денег, бля, не хватит. Зато нефти и газа хватит. Технологии, брат Рубль, технологии. Энергосберегающие технологии. Швейцария ваш газ уже не берёт. У них только деньги, шоколад и часы. Вы свою нефть на них и променяете. Ну да. Мальчики, не ссорьтесь. Чего хочет женщина, того желает Бог. Рубль, мы тебя тоже в Европу возьмём. Ага, чтобы быть би, как евро. Чтобы быть твёрдым в штанах, как евро. По телевизору Клинтон обнималась с Януковичем. Украина. Гоу ту Европа. Деньги, говорят. Путин и рост товарооборота между Россией и Украиной. Ресторан «Эгоист». Пафосное место. Мерседесы, майбахи – обычная картина обеда киевских чиновников. Доллары евро опешили от количества дорогих авто. Гривна самодовольно показывая на череду автомобилей. Во как мы живём. Опаньки. А это что за выставка? Как у нас на Кутузовском, бля. Жирные пацаны. Евро уважительно рассматривал дорогостоящий Бентли последней модели. Четвёрка прошла в ресторан. Вот это по-нашему. Богато. И публика упакована, и меню дорогое. Неожиданно из фойе ресторана раздался ор. Гривна доверительно наклонилась к доллару. Кельчицкая богатющая. Богатющая, говорит. Евро. А богатые кричат. Деньги любят тишину. Богатые не кричат. У неё нет денег. Слышала, Гривна? Богатые не кричат. Это истерика. Когда все расселись за столиком, рубль самодовольно заявил. Слыхали? Наш Путин объявил, что товарооборот между Украиной и Россией повысился на 86% за январь-апрель. Гривна? Мне кажется, ночью ты была не с тем, с кем надо. Мерседес, Майбах, Порш, Бентли. Здесь под рестораном миллионов на 10 автомобилей стоит. И все из Евросоюза за самую твёрдую валюту. Меня. Евро. Сказал он и весело подмигнул гривне. Видите, мальчики, мы тоже можем жить. И цены здесь, смотрите, в гривнах. Ой, а кто сегодня платит? Доллар? Вчера евро платил. Да заплачу, заплачу, детка. У тебя всё равно таких денег нет. И у рубля этого тоже нет с путинским товарооборотом. На 86%. Твой Путин просто газ стал дороже продавать. Вот товарооборот и увеличился. Очковтирательство это всё население. Когда вы уже с рублём перестанете быть населением? Мне кажется, меня и здесь не возьмут. Поэтому доллар, извини, платить тебе. А, вот, Путин ещё сказал, что мы и судостроение в Украине поднимем, и Антонова продавать вместе будем. Вот так вот, бля. Нет, нет, Антонова. Евро, объясни ему, сколько стоит запустить конкурента Боинга. Эйрбас. В кооперации триллионы. Ё-моё. Слышишь, рубль, триллионы. Куда вы с этим Антоновым сунетесь? Над вами весь мир смеётся. Уже пятое правительство этого Антонова всем суёт. Ты с гривной вместе, прежде чем объединяться, вокруг одного самолёта, подумай, почему все ваши авиационные компании покупают либо Боинг, либо Эйрбас? Потому что они наш ВВП поднимают. У них скоро всё наше будет. И банки, и стадионы, и машины, и корабли, и самолёты. Потому что технологии это не газ. Технологии могут создавать только свободные люди с огромным капиталом. Понял, рубль. А совместная атомная энергетика, мля? Ваша атомная – это спящий Чернобыль. Тоже устарел. У вас же в Академии наук одни старцы сидят. А главный – 1918 года рождения. Гривна, ты хочешь спать с мужчиной 1918 года? Да ну. У русских вон Чубайс нанотехнологиями занимается. У этих дебилов Патон Академию возглавляет. А Путин всё это пытается соединить. Патона с Чубайсом скрести. Атомную энергетику с трипольской культурой. Настоящий Путин и газ. Это ещё куда не шло. Но Патон с Чубайсом на самолёте Антонова – это шедевр. Так что, Гривна, советую тебе не вестись на эти их разводки. Вы с Евро ночью неплохо сговорились. Вон и Янукович Меркель едет. Глядишь, Евро шмоток подкинет. От Гучи там, Прада, Диора. Выглядеть будешь, как на подиуме. Ты же красивая женщина. Что ты к этому рублю тяготеешь? Хотя ты и так неплохо выглядишь. Молодая, красивая. Покупательской способности у тебя маловато. В этом же проблема. Но ничего. Сейчас, если ваш президент меньше будет ориентироваться на эти путинские товарообороты, МВФ миллиардики подбросит. А мы, доллары, здесь у вас и дороги, и аэропорты, и стадионы под Евро-12 построим. Да и евро сразу за нами потянется. Вы же для Европы теперь что, родные, а? Я бы на месте гривны больше Клинтон слушал с Обамой. А русские тут и так все будут покупать. Нормальный бизнес и Газпром несоединимы. Да, рубль? Будешь тут все покупать? А? Мы все купим. Вот в Крыму сейчас все покупаем. Кстати, а не мотнуть ли нам в Крым? Как там инвестиционный климат? За одной гривну оздоровим. Вон какая бледная. Яхту возьмем, покатаемся. Только не русскую и не украинскую. Рошую возьмем. Американскую, европейскую. Рубль, скини сейчас с нами на американскую. Или европейскую. Рубль, надрезая дармовое мясо в своей тарелке. Посмотрим, как там берут рубли. Понял? Радости рубля по поводу повышения товарооборота между Украиной и Россией, объявленную Путиным, как не бывало. Вдруг он вспомнил про ГЛОНАСС и важно процитировал Путина. Сегодня активно идет работа по формированию единого навигационно-временного пространства Украины и России на базе российской системы ГЛОНАСС, бляп! И победно посмотрел на евро и доллар. Евро только пожал плечами. Ну это вообще... Да, Рубль, ты совсем дурак. На дворе 21 век. Гугл уже все давно создал. Ты гуглить умеешь, а, Рубль? Там и карты мира, и навигационное временное пространство твое. Весь мир уже там. Бесплатно. Весь мир. Кроме Белоруссии, Украины и России. У вас навигация Мерседеса толком не работает. Да, тундра есть тундра. Путин и газ. И рубль это все. От этих слов Рубль опять опустился и подозвал официанта. Дай водки. Деньги говорят. Гривна в Крыму на яхте. Гривна лежала на белоснежной корме великолепной американской яхты. Томно потягивая апельсиновый сок со льдом, прикрываясь от солнца соломенной шляпкой с огромными полями. За штурвалом стоял евро в белом льняном костюме, черных очках и капитанской фуражке. Доллар переворачивал на гриле две большие, только что пойманные рыбины, подрумянивая им бока. Рубль завороженно и восхищенно влюбленными глазами смотрел на гривну, отхлебывая холодного Хеннесси. Запотевшая ведерко с шампанским кристалл на белой салфетке стояла рядом. Вдруг невероятно громкий скрежет раздался по правому борту, и гривна открыла глаза. Звук выгружаемого мусорного бака с улицы вернул ее в реальность. Она лежала на кровати в небольшом грязном номере какой-то гостиницы, которую им подсунули под видом четыре звезды. Она в ужасе вспоминала всю дорогу до Крыма. Сон о белой яхте исчез, а жестокая реальность крымского отдыха явилась ей во всей своей красе, в виде этого бедненького номера и жалобно стонущего в туалете Евро. По дороге в гостиницу они остановились в придорожном кафе в районе перевала где-то на Серпантине. Там Евро с его нежным желудком сильно отравился. А все началось с аэропорта Борисполь. Куда они явились после роскошного эгоиста, где даже бриллианты продаются возле фойе, чтобы отправиться в разрекламированную здравницу Украины – Крым. Во-первых, в здравницу не было билетов. Рубль отморозился и пошел в кафе есть беляши с пивом. Евро с удивлением рассматривал совсем не виповскую публику, желающих вылететь в Крым. После пафосной публики эгоиста люди были какими-то неправильными. Доллар со стоическим упорством американца искал билеты. Надо сказать, что в этом состязании он всегда выигрывал, потому что если не хватало 50, он давал 100. Не хватало 100 – давал 200. Люди слабы перед долларом. Чудо свершилось. Сняв какую-то бронь, заплатив немерено денег, доллар объявил о победе, и они, наконец, оказались в тесном и душном салоне какого-то самолета. Марки не знал никто. Гривна тоже не разбиралась в отечественных самолетах. Она знала только, что где-то летает Ан. Перелет оказался дольше, чем они думали. Столько же лететь до Турции, все-таки 900 километров от Киева. Крым, по сути, получался как другая страна. Возмущению евро и доллара не было предела, когда они увидели аэропорт Симферополя. Но до Ялты было еще 100 километров изматывающего серпантина. Такси тоже не очень понравилось компании. Это был не Киев с Майбахами и Мерседесами. Ну а потом уже этот ресторан на перевале. Рубль от шашлыков и водки просто млел и практически сошел с ума от счастья. Русские ностальгически любили Крым, что-то связано с детством. Доллар налег на теплый виски, что его, безусловно, и спасло от пищевого отравления. А евро, хотя и долго выбирал безопасное блюдо, но все равно отравился. Гривна, как всегда, ела мало, заботясь о фигуре. Но больше всего их убило то, что когда они явились в разрекламированный отель, вместо четырех звезд они получили максимум две. И сейчас этот скрежет за окном номера от баков с мусором оторвал гривну от великолепного сна о прекрасной белой яхте в Крыму. К вечеру доллар, обследовав все окрестности, заявил. Никакие инвестиции в Крым не пойдут. Местные наглые бездельники. Приезжая публика слишком бедна. Сезон слишком короткий. Море слишком холодное, да еще и грязное. Инфраструктуры никакой. Единственное спасение Крыма является отмена всех налогов и полная свобода. Казино, девочки... И жесткий санитарный контроль за этими татаро-монгольскими кафе. И запретить национальную кухню. Иначе мы евро не дадим. Рубль, вот объясни мне, зачем вы, дебилы, бедных русских сюда натащили вместе со своими ржавыми кораблями? Здесь в Крыму банки вам нужно открывать. Для ваших же олигархов. Ну да, отличный офшор, как Монако. Да, и еще. Крым главный мировой блядушник. Полное разрешение на проституцию. Забрать, блин, наконец у Голландии улицу красных фонарей. Все равно там ваши работают. Евро от фантазии доллара воодушевился и предложил проводить ежемесячные гей-парады в Крыму. Только, говорит, надо 50-метровую зону очистить вдоль линии моря от пансионатов и сделать человеческую набережную. У вас же вдоль моря одни заборы, ржавые и бетонные. Вы что, специально деньги отпугиваете? Тогда вся Россия будет здесь и Турция зарыдает от потери туристов. Классно гонишь доллар. А может пусть евро будет спикером парламента Крыма, а доллар премьер-министров. Путин их тоже любит. И я на белой яхте, в большой соломенной шляпке и черных очках с бокалом шампанского. А что кахлы этого не делают? Это же Голландай, казино, женщины, отсутствие налогов. И даже Путин не нужен, и газ не нужен везде, только женщины и деньги в шоколаде. Алло, машину мне, да, в Киев. Что значит нет? Доллар по телефону спешно заказывал машину. Чтобы быстрее уехать из украинского рая в безопасную столицу. Сколько? Это что, в Нью-Йорк? Деньги говорят. Отставка Тегибка. Есть же у нас молодые перспективные политики. Почему они заговорили о его отставке? Такой интересный мужчина этот вице-премьер. Сильный, мускулистый. На билбордах идет куда-то. И банкир. И обо мне всегда хорошо отзывался. Партия у него сильная Украина. Чем он не угодил Януковичу? Гривна, Тегибка, нас с тобой, мягкие валюты, терпеть не может. Он же свой банк за евро продал. Деньги наверняка не в Украине хранит, да и не в России тоже. Я помню его еще со времен, когда рубли по Украине ходили. Он там такое творил при обменах. Банк Комсомола Веснам. Мой батя советский рубль от этого и помер. Инфаркт, дефолт и обмен. Ну что, ты помнишь эту инфляцию 90-х? А мы рубли тогда больше всех пострадали. Цинично они с нами обошлись. А тебя, гривна, тогда еще купонов назвали и в мешках носили. Вообще-то это естественно отставка Тегибка. Он же по ментальности сельский человек. И в партии у него одни селяне. Я в интернете по месту рождения смотрел. Где родился Кость Бондаренко? В селе. Где человек первые пять лет жизни провел, тот он и есть по ментальности. Сельских в Украине меньше становится. Вот они власти и лишаются. Ющенко, Кучма, Литвина, Мельченко и все их окружение это село. Они даже сейчас в селах живут. Вон Тегибка, в Безрадичах. Странно, иметь миллионы и жить в Безрадичах. Это нонсенс. Он чужой для Донецка. Они пацаны поселковые. У них командная игра. А для Тегибка что отставка, что не отставка. У него же все равно полномочий не было и не будет с этой группой. У вице-премьера даже подчиненных в Кабмине практически нет. Ему нечем управлять. При Януковиче меньше пиариться надо. Он, Бродский. Это понял и помалкивает, чтобы не вылететь. Поэтому, что есть Тегибка в правительстве, что нет Тегибка в правительстве, для тебя гривна это по барабану. Ни тяжелее, ни легче от этого не станешь. А я вот вообще не понимаю. Зачем сотенному миллионеру идти шестерить на чиновничью должность? У нас в Америке так. У кого деньги, у того и настоящая власть. А у вас? У вас, гривна, олигархи и миллионеры без должности жить не могут. Что Червоненко, что Порошенко, что Жвания. У всех лица, как у детей перепуганных, как только должности лишаются. Вот подумай, гривна. Настоящая сила, когда ты можешь с собой справиться. И у тебя есть для этого деньги. А у вас миллионеры какие-то ненастоящие. Судя по всему, фальшивые. Вот и лезут на эти должности от страха и ненасытности. Потому что без власти они вообще ничего не могут делать. Они даже не бизнесмены. И даже не предприниматели. Все они в той или иной мере казнокрады. Вам бы, конечно, царя посильнее. Чтоб руки отрубал за то, что в казну лазят. А то нашли государственную кормушку для себя и своих семей. Вот поэтому у нас в Америке Голливуд и Пятая Авеню. А у вас бюджет и НДС. У нас то в Голливуде и на Пятая Авеню миллиардеры. А у вас то при бюджете и НДС те миллиардеры. Херня эта, гривна. Ой, доллар, все ты деньгами измеряешь. Не деньгами, а мозгами. В чем доллару не откажешь, так это в практичности и разумности. Ты, гривна, посмотри на биографии ваших миллиардеров. Они же все из-под Кучмы или из-под Лазаренко. А новые будут из-под Януковича да из-под Азарова. И у рубля все. Из-под Ельцина да из-под Путина. Газ и Путин. Путин и газ – великая сила. А в это время в парламенте зарегистрировали законопроект об отставке вице-премьера, лидера партии «Сильная Украина» Сергея Тегибко. Деньги говорят. Украина – первобытная страна для МВФ. А, гривна, ну как ваш бюджет подрезали по требованию МВФ? Что, Путин уже не кормит? Кредиты МВФ понадобились? Недаром в последнее время ты все к евро льнешь, а? Вот и сократили. А почему понять не могу, чего МВФ так озабочен нашим бюджетом? Почему они его сокращают? Ну ничего не понятно. Непонятно, непонятно. Они сокращают государственные расходы на ваших казнокрадов. Ну ты, гривна, даешь. Вот вроде бы деньги, а такие безграмотные. Да тебя же к финансам вместе со Стельмахом и Пензенеком близко подпускать нельзя. Как в тебе все это сочетается? Красота и глупость. Прямо отражение всей Украины. Вот красивая страна. Но до какой степени тупая, что диву даешься. Мы вам доллары МВФ даем, Евросоюз вам евро выделяет, а ты все дурой прикидываешь. Чего считают, как считают. Гривна, ты вообще зачем нужна? Чтобы людей в обмене как дурить? Или Стельмаху на пенсию зарабатывать? Уже привязали тебя наглухо к евро, как к крону в Дании. Я тебе объясню, Гривна, что такое для вас и ваших олигархов сокращение бюджета. Представь себе, что мы приходим в дикое племя Плюмба-Юмба, где производятся луки и стрелы. И как МВФ говорим, слушайте, может сократите производство своих луков и стрел? На дворе 21 век. Мы вам на модернизацию денег дадим. Туалеты построите, дороги, стадиончик в джунглях. А ВОЖ сопротивляется. Говорит, что если он сократит производство лука и стрел, то на всех вождей олигархов его племени денег не хватит. Вот сейчас МВФ и добился, чтобы вместе с сокращением бюджета подсократить количество ваших вождей-олигархов, которые продолжают зарабатывать на луках и стрелах. А в нашем случае попросту заниматься казнократством с помощью НДС, госзакупок и дотаций. Вот, вот, вот и я думал, что Украина племя Трипольской, а мы, россияне, кредитов МВФ не берем. У нас газ и Путин. А вас дебилов вообще в Лондоне чукчами называют. Ваш сенатор Чукотки в Лондоне яхты и подводные лодки заказывает. И футбол Великобритании финансирует. Поэтому про дефицит бюджета с вами никто говорить и не будет. Потому что, чукчи, у вас этот газ и Путин всю голову изъел. Вы все равно рано или поздно в дефолт свалитесь. У вас же 50 олигархов, все деньги из страны повыкачивали. Только не в рублях, рубль. Ты, как у вас в Москве говорят, нафиг никому не нужен. А в нас, евро и долларах, все ваши нуждаются. Чтобы себе же дома покупать у нас, машины покупать у нас, технику технологии у нас, в банки наши складывать. А у вас, россиян, как всегда, газ и Путин останутся. Так у нас же не стрелы и копья, а шахты и металлурги. Гривночка. Шахты и металлурги для мира – это все равно, что копья в 21 веке. Сокращать вам это дикое производство надо. Да еще количество сельских жителей сокращать. Да землицу в оборот пускать. Хорошо, что вы хоть МВФ слушаетесь. Янукович в этом молодец, чуйка есть. Может быть, со временем и от олигархов избавиться. Хотя бы от половины. Посчитали мы вас давно. И жадность вашу, и любовь к деньгам, и желание европейцами быть, но не работать, как европейцы. Вас еще на полтора поколения хватит. Сельские из власти уже уходят, поселковые – следующие, а с городскими можно и в Евросоюз. Вон люди на Шелковичной улице. Практически как мы – европейцы. И ценности у них тоже европейские. Это какие такие ценности? Евро и доллар – наши ценности. А в это время в парламенте депутаты проголосовали за сокращение дефицита бюджета, чтобы получить кредит МВФ – 14,9 миллиарда долларов. До конца июня нужно принять еще налоговые и бюджетные кодексы. Украина медленно приближалась к Евросоюзу. Рубль загрустил. Таких денег, чтобы покупать Украину, у Путина не было. Деньги говорят. Боже, какие мы бедные. Гривна умудрилась сказать такую глупость, что евро и доллар пришли в невероятное оживление, а рубль ей поддакивал. Вот вы, евро и доллар, все вот это хвастаете своей твердостью, но всем известно, что доллар держится буквально на честном слове. За огромным количеством напечатанных стадолларовых купюр нет соответствующего золотого запаса. Это просто бумажки, бля. И если все предъявят их ко плате, США разорится. Что, доллар? А, гривна, старая история. Все богатые и несчастные, все олигархи скоро разорятся. США утонет, а Евросоюз распадется. Это симптомы бедных. Ладно, гривна, смешная ты наша валюта. Слушай, все федеральные банкноты США, выпущенные начиная с 1861 года, по сей день являются законным платежным средством. Так? И только с 1971 года была отменена обеспеченность доллара США золотым резервом. Это связано с более надежными долговыми обязательствами. А вот на чем держится доллар, так это на здравомыслии, огромном ВВП США и великолепной финансовой системы. Куда, кстати, не лазит правительство? Никогда. Доллар никто никогда искусственно не поддерживает. Как тебя, гривна, или как тебя, вот, рубль, газом и Путиным. В долг к населению никто не залазит. И карманы их не чистят. Обменными пунктами страну не засоряют. В федеральную резервную систему входят несколько частных банков. Они-то и определяют, сколько нужно долларов в экономике мира. Мира, гривна, а не США только. И чем больше нужно долларов в мире, тем больше денег контролирует США. Они не беспокоятся. Они просто делают деньги. Гривна, заметь, не в экономике США, а в мировой экономике. Американцы мыслят категорией земного шара и огромным количеством денег обеспечивают бесперебойную работу всей экономики мира. С долларом работаем и мы, евро. Наш Центробанк стремится убрать из Евросоюза все национальные валюты. Так просто выгоднее всем. И на сегодняшний день только евро и доллар являются перспективными валютами. Потому что весь мир стремится к обладанию нами, в какой бы дикой стране вы ни жили. Мир идет к единой валюте, единому мировому правительству, единой финансовой системе. Это выгодно человечеству. А знаешь, сколько бюджет Пентагона, гривна? Шестьсот тридцать шесть миллиардов долларов. Гривна, очнись. Гривна смотрела куда-то вверх и в сторону и сомномбулически переспросила. Сколько? Повторяю, гривна. Шестьсот тридцать шесть миллиардов долларов. Это бюджет только Пентагона. А бюджет Украины какой? Да, гривна, ты и этого не знаешь. С экономикой у тебя в голове все понятно. Тридцать семь миллиардов долларов. На всю страну. На все сорок шесть миллионов человек. Или сколько там у вас осталось? Из которых половина окажется у ваших олигархов. Что это получается? Американцы обеспечивают и кормят своих военных в 20 раз лучше, чем вся Украина своих граждан. Нет, не в 20 раз. Потому что численность армии США не сорок шесть миллионов. Численность людей, занятых в Пентагоне и армии, гораздо меньше населения Украины. А зачем так много денег тратиться на военных? Да чтобы вы с рублем друг друга не поубивали. Вы же в принципе лет на сто по ментальности отстаете. Есть известное письмо Фрейда Эйнштейну, в котором он объясняет известному физику, что человек существо жадное и деструктивное, склонное использовать силу в корыстных целях. И сдерживать деструктивные наклонности может только внешний авторитет. Вот Пентагон, НАТО, МВФ, Центробанк, Банк реконструкции и развития, ООН и есть эти самые авторитеты. Это что, евро и доллар, как мама и папа? Если что, и наказать могут? Наша цель, рубль, не наказание, а ваше же воспитание. Научитесь вы любить деньги и, главное, хорошую жизнь. Мы же добились, чтобы ваши олигархи вам стадионы, аэропорты и дороги строили. И заметь, без войны и насилия. Да, и еще, научитесь уважать права других людей. А вы даже свободу слова и ту по-своему понимаете. Помни, гривна, на чем держится доллар. На огромном потенциале США, на здравомыслии и силе. Гривна, закрыв глаза, шевелила губами, сравнивая на пальцах 600 миллиардов бюджета Пентагона и 37 миллиардов бюджета всей Украины. Боже мой, какие же мы все-таки бедные! И слезы ручьем потекли по ее щекам. Редактор субтитров А.Семкин